Добрый вечер, в эфире общественное российское телевидение, программа «Здесь и сейчас». Вчера отставка правительства, сегодня начало обсуждения процедуры импичмента президента. Я думаю, главная мысль, с которой люди сейчас смотрят новости, это мысль о собственной безопасности. После 3 октября 1993 года мы хорошо знаем о политических кризисах, а после 17 августа прошлого года и про кризисы экономические. Не хочется ни того, ни другого, о нашей безопасности. Здесь и сейчас мы встретимся на Лубянке с секретарем Совета Безопасности, директором Федеральной службы безопасности Владимиром Путиным. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Добрый вечер. Как я понимаю, вчера было заседание Совета Безопасности и обсуждалась отставка правительства, да? Нет. Вчера на Совете Безопасности мы обсуждали только одну проблему. Проблему кризиса в Югославии. Вопрос с отставкой правительства не рассматривался. То есть, с точки зрения безопасности государства, отставка правительства это не главный вопрос? С точки зрения безопасности государства, это вопрос очень важный. Прежде всего, я думаю, и прежде всего с экономической точки зрения, я думаю. Мы знаем, что рынки уже отреагировали на это событие, но это вопрос, который президент решал в рамках конституции действующей. За рамки закона президент не вышел. И это отметили, кстати сказать, и лидеры домских фракций. Поэтому никаких экстраординарных событий в связи со сменой правительства в стране не произошло. Но это, на наш взгляд, отставка правительства или отставка Примакова? Я думаю, что это отставка правительства. Мне кажется, что я вот и вчера об этом пробовал высказываться публично, но нигде не увидел своих высказываний. Мне думается, что все мы, те, кто работали с Евгением Максимовичем, должны быть благодарны ему за ту школу, которую мы от него получили. Но ведь президент довольно ясно заявил о том, для чего это сделано. Сделано это для того, чтобы создать условия для последующего развития движения страны главным образом в экономической сфере вперед. В экономике трудно двигаться без политической стабильности. В этом смысле консерватизм Примакова, видимо, даже судя по тому, что вы сейчас сказали, был в некотором смысле таким гарантом некоторой стабильности в обществе. Я поэтому и спрашиваю, что в связи с его отставкой, наверное, ее стало меньше, это безопасности и стабильности. Стабильность и безопасность, это все-таки понятие разного, разные категории, правда? Значит, стабильность, да. И мы исходим из того, что правительство Евгения Максимовича с этой задачей справилось достойно. И сам Евгений Максимович имеет право об этом сказать. Я думаю, что мы все должны быть ему за это благодарны. Хорошо, давайте тогда перейдем, собственно, к повестке дня вашего Совета безопасности. Идут очень интенсивные переговоры, и, скажем так, нет ощущения, опять же, что люди стали чувствовать себя безопаснее. Скажите, вот, может ли так все-таки произойти, что при течение какого-то промежутка времени, может быть, вы скажете, какого, да, люди начнут себя чувствовать так же безопасно в этом смысле, как до бомбежек, до начала войны в Югославии? Трудно сказать. Ведь я понимаю ощущения простого человека, и, собственно говоря, даже в общениях со своими близкими, в семье, я чувствую эту тревогу. Потому что ведь мы знаем, как началась Первая мировая война, знаем события, которые происходили на Балканах во время Второй мировой войны. Сейчас, конечно, напрашиваются эти трагические аналогии. Конечно, это вызывает тревогу, и чувство безопасности у людей понижается. Но вы не разделяете эту тревогу, как человек, который знает больше, чем простые жители страны и члены вашей семьи? Я целиком и полностью разделяю. Я считаю, что это очень опасная ситуация. Опасность ее заключается не только в том, что гибнут люди в конкретном месте, в центре Европы, в наше время, что казалось нам совсем недавно абсолютно невозможным делом. Трагедия, на мой взгляд, заключается в другом. Она более масштабна. На сегодняшний день группа государств предпринимает активную попытку изменить сложившиеся после Второй мировой войны международный миропорядок, по существу, дезавуировать все договоренности, которые были достигнуты странами коалиции после Второй мировой войны. И эти договоренности, как мы знаем, были заложены в основу Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций устранена от решения одного из наиболее острых конфликтов последнего времени. И вот это как раз и является, на мой взгляд, самым опасным делом. Но мне кажется, что как раз здесь-то мы можем приобрести довольно значительное количество союзников и сторонников. Потому что, несмотря на то, что большое число европейских стран, Соединенных Штатов, все страны НАТО поддерживают те акции, которые они проводят сегодня в Югославии, все-таки членов Организации Объединенных Наций гораздо больше, чем членов НАТО. И в этом смысле у нас, мне кажется, количество наших сторонников будет увеличиваться. Ну, дело же, наверное, не только в количестве, но и в качестве. Конечно. Китай в этом смысле имеет свой план, или он присоединится к русскому плану? Я думаю, вы знаете, Китай ведь великая держава. И я сомневаюсь, чтобы Китай слепо присоединялся к каким-то чужим планам. Давайте я перефразирую свой вопрос. Существует общая позиция и общее понимание, как двигаться вперед? Или есть понимание, что нужно действовать в одном направлении, но по-разному? Мне кажется, что сегодня у нас есть общее понимание с Китайской Народной Республикой о том, что конфликты подобного рода, межэтнические конфликты, не могут быть решены с помощью силы. Владимир Ильич, я думаю, что зрители стали бы себя чувствовать более уверенно, если бы они понимали, насколько руководство страны, сегодня в вашем лице, просчитывает разные варианты развития ситуации на Балканах. Условно говоря, я не хочу, чтобы вы выдавали, конечно, государственные тайны, но если НАТО введет свои войска в Югославии, какие просчитываются сценарии действий России? Если вы не хотите, чтобы я выдал какие-то тайны, то я вам мало чего интересного смогу сообщить, но, естественно, мы просчитываем самые разные варианты наших ответных действий. Но уверяю вас в том, что мы всегда будем оставаться на платформе здравого смысла и интересов, прежде всего, национальных интересов России. Но НАТО ведь свои планы не скрывает. Может быть, с чем-то вы можете все-таки поделиться? Ну, что у вас конкретно? Что значит, чем-то? Какие действия Россия или Россия и Китай, может быть, Франция сейчас после сегодняшних переговоров будут предпринимать? Повторяю, они могут быть самыми разными. Это и наши международные акции, и акции гуманитарной помощи, дипломатическое давление. Я не исключаю и работы с нашими сторонниками в самих странах НАТО. Вы знаете, что в Сенате, по-моему, Соединенных Штатов совсем недавно пытались провести резолюцию в поддержку бомбардировок Югославии. И совершенно неожиданно эта резолюция провалилась. Голоса разделились 232 на 232, если мне не изменяет память. Это было абсолютно неожиданно для администрации. Ведь средства массовой информации Запада замалчивают и то движение, которое сейчас разворачивается в европейских странах в поддержку позиции России. Мне вообще не очень понятно, если честно сказать, позиция многих руководителей стран Запада. Мы с вами знаем, но если не знаем, я напомню, что в результате боевых действий в Югославии с валютных рынков, ну не с валютных, а просто с рынков Западной Европы ушло где-то около 400 миллиардов долларов. Курс евро упал на 10%, а может быть сейчас уже и больше. Но может быть борьба за новый мировой порядок, о чем вы говорили до этого, стоит этих денег? Ну стоит, только не для Европы. В Европе-то зачем терять эти деньги? Я говорю о том, что у России достаточно много рычагов воздействия на эту ситуацию. Но это не значит, что мы должны потерять голову и вернуть нашу страну, особенно в том состоянии, в котором она находится сегодня, в боевые действия. Этого нам только еще не хватало. У нас достаточно внутренних проблем. Очень важно, что вы это сказали. Информация НАТО и сербские официальные источники по поводу того, что там происходит, сильно расходятся. Я предполагаю, что у вас есть свои источники информации. Но у нас, видимо, станет такая традиция, что всю основную информацию как раз из уст ваших предшественников, по крайней мере, высшего руководства страны получала. Какие у вас данные? Сколько погибло? Со стороны Альянса вы имеете в виду? Ну вообще, видимо, все-таки Югославов. Я не думаю, что на меня коллеги будут сердиться. Но по данным нашей военной разведки, речь идет уже о десятках человек со стороны НАТО. Десятки погибших военных со стороны НАТО? Ну да. Это летчики? Военных. Ну, там может быть все что угодно. Я не знаю. А мирных жителей? Мирных жителей со стороны Югославии? Я не знаю эту цифру. Ну, понятно, что их очень много. Ну хорошо. А вот Чечня. Через два года заканчивается срок временных соглашений по Чечне. И очевидно, что это для нас очень болезненная тема. Какие-то плановые заседания проводятся. Что вы, собственно, рекомендуете президенту? Как ему действовать в этой ситуации? Совсем недавно мы провели такое совещание. Проводил его председатель правительства. И мы подготовили там ряд предложений. Мы считаем, что... Вы очень правильный вопрос задали. Я не был на заседании. У меня нет там источников. Нет, я понимаю, что это дело не в источниках. Дело в проблеме. В проблеме наших отношений с Чечнёй после 2001 года. К сожалению, переговорный процесс был прекращён. И если мы сейчас не будем ничего делать, не будем готовиться к 2001 году, то мы в 2001 году обнаружим, что мы не готовы вообще к решению никаких проблем. Не в области межгосударственных отношений, не в области экономики, не в области финансовых отношений, не в области регулирования военной, таможенной политики и так далее и тому подобное. Поэтому мы предлагаем президенту создать группу экспертов, которые совместно с чеченской стороной сейчас начали бы систематически работать на подготовке этих документов по тем направлениям, которые я назвал. Вы сказали, что Вы достаточно спокойно контролируете ситуацию в стране. Если Дума проголосует за импичмент, какие дальнейшие будут шаги действия власти? Власть подчинится любому правомерному решению. Повторю, правомерному. Как мы знаем, голосование по импичменту – это только начало процесса. За этим должны последовать решения Верховного суда, после этого решения Конституционного суда и только потом окончательные решения за Советой Федерацией. И все это должно уложиться в три месяца. Если за три месяца по независимым, по любым причинам, решение не принято, то оно считается несостоявшимся. То есть Вы предполагаете, учитывая сложную процедуру, что в течение трех месяцев это решение не будет принято и спокойно относитесь к тому, что сейчас происходит в Думе? Не только. Я полагаю, что само по себе, или сама по себе постановка вопроса об импичменте маловероятна для прохождения уже, скажем, в следующей инстанции, в Верховном суде. Потому что для того, чтобы он был рассмотрен, этот вопрос, должен был бы быть в наличии федеральный закон о прохождении процедуры импичмента, который Думой не рассматривался и принят не был. Это во-первых. Во-вторых, почти все вопросы подобного рода, которые рассматривались с точки зрения импичмента, они входят в компетенцию Федеральной службы безопасности. Поэтому мы не занимались никакой политической оценкой, но мы провели для себя, прежде всего для себя, юридический анализ этих документов. Но некоторые вещи, на наш взгляд, не выдерживают никакой критики. В любом случае, как я понимаю, на фоне этого очень эмоционального обсуждения импичмента, который будет идти, вряд ли, наверное, готова будет Госдума утвердить кандидатуру, например, министра, ну, например, того же Сергея Вадимовича Степашина. Какие действия будут власти? Что вы рекомендуете президенту? Распускать Думу? Как ему поступать? Ну, во-первых, не факт, что не захочет утвердить Степашин. Не факт. Не факт. Степашин довольно известный человек в стране. Он политик с большим стажем. Он человек, который, я не побоюсь сказать, что он человек, который может устроить очень многих людей из самых различных политических взглядов. Самых различных политических взглядов. Оставаясь при этом человеком прогрессивным, современным. Поэтому, вот я не говорил бы так, что вот он не пройдет. Нет, я просто, интересно, какие сценарии вы просчитаете, если он не проходит? Ну, если он не проходит, то у президента несколько вариантов дальнейших действий. И все они, повторяю, конечно, могут оставаться только в рамках действующей Конституции. Внести второй раз. Если не проходит, внести третий раз. Если не проходит, Дума может быть распущена по Конституции. И через три месяца должны быть назначены следующие выборы. Но если в этот момент Дума уже проголосует за импичмент президента, например, к моменту, когда будет внесено третий раз предложение утвердить Степашина, то, видимо, президент не сможет распустить Думу, правительство не сможет действовать, потому что оно не утверждено Думой. Нет, нет. Почему не сможет действовать? Если они проголосуют за импичмент, депутаты, и Дума будет нераспускаема. Допустим, что так оно и будет. Проголосуют хотя бы для того, чтобы гарантировать себя от распуска. Но это не значит, что президент не может тогда своим указом назначить Степашина премьер-министром и председателем правительства. Может. То есть вы просчитываете возможное введение чрезвычайного положения в стране, иными словами? Что вы на все пугаете? Я могу только спрашивать, я не могу пугать. Нет, нет, но в самом вопросе звучит какая-то угроза. Мы не собираемся вводить. Не действуют законы. Почему не действуют? Все действует. Значит, Дума три раза отклоняет кандидатуру, предложенную президентом. Президент, тем не менее, имеет право его назначить указом после третьего раза, не имея при этом права распустить Думу. Значит, и правительство будет действовать, и будет легитимным. И Дума будет действовать, и будет легитимным. Я не считаю, кстати, сказать, что это самый худший вариант развития событий. Потому что лишиться Думы вообще, это на самом деле не самый лучший вариант. И с точки зрения нашего переговорного процесса с международными финансовыми организациями, с точки зрения имиджа России на международной арене и так далее, и тому подобное. И вообще с точки зрения внутренней нестабильности в стране. Даже нестабильная Дума лучше, чем ее отсутствие. А вы сказали, что это не худший вариант. А какой худший вариант? А худшего варианта нет. Я думаю, что у нас достаточно легитимных средств для выхода из тех ситуаций, которые вы сейчас рассматривали. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я думаю, всем нам хочется жить в сильном государстве. А сильное государство – это государство предсказуемое. Хочется, чтобы мы чувствовали, какие шаги предпринимает наша власть, и что она готова к любому повороту событий здесь, и сейчас. Телекомпания «Ивид» по заказу ОРТ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА